Итак, всем привет, с вами Бабгай, мы, как обычно, стартуем в Кайзершизу, но в этот раз мы будем играть на Аляске. Очень много просили за нее поиграть, так что вот это та самая партия. Так что если вы просите ко мне так за что-то поиграть, вполне себе есть вероятность, что когда-то это произойдет. Если вы еще вдруг не подписаны на этот канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать и другие прохождения, гайды и все очень интересное. А мы стартуем. И нам примерно плевать, что делать на Америке. Тут просто вставляем что-то супер базовое, закидываем инфраструктуру в Аляске, может она успеет построиться, но скорее всего нет. Посмотрим. И на Аляску пересесть супер, просто там просто выскакивает ивент, вы соглашаетесь. А потом соглашаетесь о том, что Аляска должна делиться, а потом на нее садитесь. В общем-то все супер, просто сейчас мы все это увидим. И на Аляске мы выберем тоже не самый обычный путь. Все, впрочем, вы увидите очень скоро. Тут происходят разные ивенты лорные, ивенты потом о гражданке, какие-то партии. Но по факту нас это все не интересует. Аляска так или иначе будет примерно той же. То есть, что как выберется, нам вообще без разницы, кто будет сильнее. Это все для нас вторично и неинтересно. Пока можно лишь посмотреть, что происходит в мире. Здесь Керенского отстрелили все как обычно. Тут примерно плевать, что мы выбираем. И уже тут начинается тоже в Китае войнушка. В общем-то все как обычно. Но, кстати, есть шанс, что все-таки одна инфраструктура построится. А может даже чуть больше, но скорее всего только одна. И в России побеждают ВНС. А тоталисты побеждают в Италии из ивентов последних. И мы побеждаем вот эту вот одну инфраструктуру. Судя по всему, мы ее все-таки достроим. Здесь происходит королевство Франции. Не очень уверен, какой это путь. Видимо, я так понимаю, именно монархистов, да? Бурбонов что ли или что? В общем-то, интересно. Хотя нет, судя по всему, это не Бурбон. Но если как будто очень интересно, можете почитать здесь лор. Я, конечно, не буду. Здесь Польша восстает. И, я так понимаю, сейчас, да, Германия получит по жопе за это. Все, что здесь происходит, нам без разницы абсолютно. И какой-то здесь, не знаю, что это, пограничный конфликт или что. Странная битва в Бельгии, хотя она не воюет. А, возможно, там были, кстати говоря, польские дефизии. Это вполне себе вероятно. А Греция уже остановилась монархия под Александросом. Ну и в целом, наверное, из значимых таких полузначимых стран пока что это все. Ожидаем новых интересных событий. Как бы нам плевать, но я еще решил потребовать выплаты военных долгов у Канады. Ну, чтобы просто это, не жили хорошо. Вот отказалась нам, даст там какую-то поддержку. В целом, нам на нее плевать, но давайте еще раз засрем Америку с Канадой. Ну так, чисто, а что нет? И вот он, Волонский кризис реально там произошел. Интересно. Короче говоря, поставили тут тоталисты, но французская коммуна решила никак на это не реагировать. Да, Германия решила подавить. Ну и правильно, нечего под боком иметь гадюку. Блин, и реально, мы, может, еще вторую инфраструктуру достроим? Господи, это будет самый развитый штат Америки теперь. Ну, чтобы вы понимали, строить здесь можно еще какую-то было бы фабрику, но фабрику мы бы строили тут примерно вот столько. Поэтому выбор все-таки пришел на инфраструктуру и вот сюда, потому что у нас еще там появятся ячейки по фокусам. И тут, кстати говоря, еще по функции ресурсы, тоже полезно. Итак, у нас фокусы закончились, а Россия тут уже пошла в Алашскую республику. Что у нас здесь, в Ласово, нету у власти. И попыток никаких событий там не случилось. Но вот оно, президентский выбор 1936 года и избирательный тупик мы делаем. Я думаю, здесь можно выбрать что угодно по факту. Главное, что началась гражданка. Ну, давайте эвакуируемся. Девять дней и второго уровня инфраструктуры. О, да. Как же развивается наш штат. Поддерживаем республику. Поддерживаем республику. Во всех этих выборах. Остаемся на нашей Америке. То есть, все тоже, все, остаемся на месте. Председневный срок начинается. Можно чисто Ишке помочь, в принципе, расположить девизию вот здесь. Как бы, да, не будем руинить слишком. Это я даже не знаю, куда расположить. Пускай дальше что-то сам это думает. И вот кабаи. У нас откалываются. В Новой Англии начинаются беспорядки. Видимо, сейчас тоже заберут себе кусочек канадца. Договор, сказать, с Конституционной Американской Республикой. Я думаю, надо согласиться. Как бы мы-то уже не будем здесь ничего делать. Но пускай, раз эти в альянсе, пускай эти тоже будут в... Ну, не в альянсе, по крайней мере, в договоре, а не на падении. Чтобы чуть было более балансно. О, вот и Аляска начинается. Ну-ка. Так, этим мы дадим. Не хочу видеть морскую Америку. Она слабоват, наверное, будет. Нью-Йорк, если что, кстати говоря, вырывается на свободу. Вот он. Он все независимый. И срок в итоге истекает. Судя по всему, сейчас начнется. Пускай, на гвардии для охраны территории Аляски. Это те самые ивенты. Кстати, давайте поднимем немножко ополченцев. Тоже буду поможем. И вторая американская женская война начинается. Япония берет все Гуам. Только не снова. Да, снова. Нам, кстати говоря, Россия предлагает добровольцев. И кто говорит, что Россия не вмешивается в американские выборы. Кубы захватывают Гонтанамо. И мы можем боту выбрать хороший план реформ. Давайте так и сделаем. Призыв в армии пропаганда пристранится. И вот оно. Новая надежда для Аляски. Что Америка когда-либо сделала для нас. Ну, в Англии. Пускай. Теперь можем ее выделить, но нет. Пересесть на нее так, но проще на нее пересажаться через Канаду, конечно же. И в какой-то альтернативной вселенной мы случайно жали на скатерию дорога. Но нет, мы идем на север, на Аляску. И, блин, тут я качал технологии на США. Думаю, блин, мне хотя бы что-то перейдет. А ни хрена мне не перешло. Как бы все тихие промышленности улетели в помойку. Ну, как есть, как есть. Зато есть инфраструктура уже третьего уровня. И уже одна фабрика начала строиться. Я бы ее достроил, потому что да. Но одна фабрика это слишком мало. Если нам нужны будут какие-то ресурсы, нам нужно будет их за что-то покупать. Бот сразу начал качать вооруженные силы. Кстати говоря, фокус дает 100 всего опыта. За 7 дней это супер круто. Но пока что нам это не интересно. Нам интересно побыстрее пойти в политические фокусы. Так что начинаем Аляска. Последний фронтир. И вот нам закидывают людские ресурсы и политку. Вообще у нас достаточно много фокусов и решений. И всего такого решения вообще, наверное, нет. А скорее ивентов. Которые дают нам именно людские ресурсы вот сюда. Это не самый лучший вариант. Но как есть. Как бы очевидно, что у нас мэнфавера примерно нету в нашей стране. Так что, кстати говоря, надо было, наверное, поставить свободу на торговлю сначала. Но следующей политкой это и сделаем. Зато у нас есть ивенты. Точнее не ивенты, а духи на прирост населения. 9% вот отсюда и 5% вот отсюда. И у нас еще есть синдикат Аляски. Который еще, кстати говоря, снижает нам прирост населения. Но мы с ними разберемся. Которые, кстати говоря, поддерживают федеральное правительство. То есть вот этих ребят. Ну, в целом у них есть шансы. Потому что, опять-таки, я успел выбрать там нормальный план. Как бы. Сказал я и походу... Буду его нету больше. Почему здесь появился фокус на авиацию? Вот. Изменил фокус. А, нет. Все окей. Все окей. Здесь просто не дается бафа. Следующий фокус дает баф. Фух. Надеюсь, он пойдет по Маккартеру. И у них будут шансы. Потому что это самые сильные военные бафы там. И начинается здесь ловерный вот этот вот ивент. Выбор. У нас появляется выкуп акций. То есть капиталисты хотят покупить Аляску. В общем-то, все самая-самая большую часть. Так что, в целом, они, кстати, покупают реально штат весь. И, конечно же, мы им такого не можем позволить. И у нас еще также есть механика влияния Японии и Канады. Вот она. В общем-то, тут можно типа к одним, к другим упасть. Есть, наверное, там какие-то бафы, может, будут. Но в целом, нам это неинтересно. У нас тут кое-что будет намного интереснее. И сделка с баронами. Что мы сделаем? Правильно, мы вернем деньги от незаконных покупок. И когда проходят ивентики, мы пойдем вот сюда. В инфраструктуру еще для строительства. И тут, в принципе, вот там будет еще плохо так фокусов на фабрике. Вон две фабрики, два военных завода. То есть будет потихоньку у нас промка подниматься этим фокусом. Но важнее всего вот эти нажатия фокуса, чтобы пошли и события нужны. И рабочие там пытаются что-то сделать. Но нет, рабочие, к сожалению, только будут арестованы. Для их, к сожалению. Для нас, конечно, нет. Все правильно. Тут, кстати говоря, странное предложение из дома Алексей Штейн приходит, да? Ну, нет. Пожалуй, нет. Возможно, если выбрать какие-то особые фокусы, то это возможно. Потому что, как ни странно, здесь есть иностранное правление, администрация Лихтенштейна, как раз таки. Но это, наверное, надо что-то выбрать заранее в настройках партии. Либо это какая-то контентная будущая, что ли, я не знаю. И вот у нас уже разблокированы наши политические фокусы. Наше первое большое испытание дает нам политочку. Берем себе хороший фокус. До первых выборов надо еще дождаться. Нам нужно 5 августа, поэтому как раз таки идем по вот этим фокусам. Причем, наверное, сначала направо, потому что там фабрики. Фабрики чуть-чуть подороже военных заводов. Следовательно, получить их было бы немножко приятнее. О, тут появилась Центра Америка, кстати говоря. И у него тут уже есть свои фокусы. Прикольно, на самом деле. Там смогли они объединиться. Здесь же у нас правит Петр Савицкий. Потихоньку что-то происходит. Вот там вот Юсупов, министр или кто его. Здесь вроде пока что все без изменений. О, приглашение евреев. Мы делаем то, что Гейдрих обещал. 2000 с половиной евреев. Нормально. Я бы сказал, такие кошерные эмиграции. Ну, пошел замес в Южной Америке. В общем-то, в Азии он не прекращается. Юго-Восточной Азии тоже. В Индии замес. Здесь какие-то микрозамесы. В общем-то, да. В Кайзер Шите, конечно, мир достаточно активный. Происходит у нас соревнование по рыбалке. Очень важный лор. Его главное не пропустить. Этот элемент крайне-крайне важный, ребята. И вот нашелся наш Абгуст. Первые выборы происходят в Аляске. У нас, кстати говоря, уже 6, если что, фабрик. Это уже вам не шутки. Уже в 6 раз больше, чем у нас было на старте. Так что можно уже, так сказать, об моем управлении Аляски сказать, что я в 6 раз увеличил наше количество фабрик, наше ВВП. Представляете, в 6 раз в стране. Это, конечно, результат. И нам нужно, чтобы победили корпораты. Корпоративная партия Аляски становится правящей. Поехали по их фокусам теперь. И мы делаем вступки оборонным, но теперь они убирают вот эти свои дебафы. Это все еще временно. И мы тут можем выбрать флаг нашей страны. Ну, традиционный флаг большими видеться, я думаю, я оставлю. Итак, смотрите-ка, будущее. У нас появляется управленец, Алиса Розенбаум. Берется это для будущего, да. Поехали. И я пока что пойду побыстрее вещей к исследованию, потому что мне нужно возвращать наше исследование. Она точно приведет нашу страну к успеху, верно? И на этом все фокусы, которые мы здесь хотели взять, мы взяли, потому что остальные фокусы брать смысла на самом деле нету. Почему? Вы, в принципе, скоро узнаете. А мы можем пойти вот сюда? Да, две фабрики этого военного завода. Звучит очень приятно. Ну, смотрите, что-то пошло не так. Терри открылась при темном извращенном мраком, которым он является. Клан с треском проводился. Ляскинцы пожалели плечами, ибо Розенбауму конец. Безумие ранда. Так, юрейская миграция увеличивается. А, добро пожаловать, братья. Почему нет? Я думаю, сейчас закончим искать золото и найдем алмазы. И вот можно дать контроль военным, либо гражданским. Ну, у людей, по-моему, больше ресурсов. Не знаю, может здесь потом больше появится фабрик, либо заводов. Ну, нет, давайте гражданским. И нет, ничего не меняется. Странно. А смысл брать меньше ресурсов? Зачем не отбрать два хрома? Странно. Хороший вопрос, но... Но... Вообще, да, наверное, давайте заберем сначала фабрики, а потом в Руберинге поднимем. И вот мы взяли фабрики. У нас прям промышленность ух поднялась сейчас. Смотрите. Девять фабрик, три завода. Отстраиваем эту фабрику и начинаем строить военный завод. О, да, у нас их будет целых четыре. Это вам уже не от шутки. И Беринге пошла подниматься. Где наш вентик? Вот оно. После месяца жестокого процесса военной жестокости красного человека отражают над иссохшим трубом несостоятельного ксарца Розенбаума. Великий вождь красного облака правит последним рубежом. Отлично. Беринге навсегда. Вот он у нас. Но это еще не финальная наша, так сказать, не финальная наша сила. Не последняя трансформация. Сразу после этого мы идем в растущее напряжение. Все говоря, вот эти бафы мы все еще себе оставляем. Это приятно, несомненно. Конечно, прирост по 108 всего лишь человек гражданских. Но, тем не менее. И у нас, кстати говоря, появляются томогавки. И наша пехота теперь требует томогавка. В том числе. И в целом, кстати говоря, это достаточно позитивно. Потому что у нас, по-моему, очень жестко возросли статы. Потому что у нас все еще пехотка слабая. Но статы как будто бы есть. И да, тут в целом есть... Ну, типа как-то нам добавить дополнительные статы далее. Не знаю, я не уверен, так это или нет. Но как будто, раз у нас больше снаряжения, то, наверное, и больше статов. И, ребята, самое-самое веселое. Файл был претка Native Beasts. Нам дают просто головорезов. 12 дивизий. Ветеранов. Плюс 75% к атаке. И у них хороший шаблон. Ну, как бы да, здесь еще не хватает. Чуть, как бы да. 18 в идеале сюда еще одну рту. Сюда лопату. Но факт в том, что этим уже можно победить Канаду. Но это еще не все. Теперь мы идем в растущее напряжение. И если поизвечать фокусы вот здесь вот, то в целом здесь бафы неплохие. Там людские ресурсы. Вот тут вот 15 атаки. Да, там... Туда еще там какие-то полезные вещи. Там он ТНП. Да, там... Макс 25% эффективности производства. Угу. Там еще какие-то, по-моему, бафы будут. Либерал объединяет Россию. Быстро. Так что говоря, по-моему, либерал чаще всего быстро объединяет. Вот. И у нас еще доступны, кстати говоря, вот эти все фокусы. И я обязательно их возьму. Потому что здесь тоже бафы в холмах-верах. И самое главное, тут есть баф на 25 скорости дивизии. Это же, ну, просто безумно много на самом деле. Просто на четверть. Здесь остальные все фокусы. Это какое-то снаряжение, либо бонуское следование. Вот это еще типа чуть-чуть полезно. Но в целом пофиг. Я вам покажу, почему скоро. И так. К сожалению, выстрел попал в сердце нашего вождя. И теперь у нас появляются новые люди власти. Диксон. Тоталисты. Правые красные. Влиятельные боевики. Коренные марксисты. Критики. Что-то там. Короче говоря, что у нас тут? Тут одни, видите, события. Казалось бы, ничего интересного. Но давайте, давайте по ним пройдемся. Ну, я думаю, пройдемся мы уже по ним в следующей серии. Мы дошли до нашего вот Миккинока Ваажева. Но, по-моему, у нас еще поменится немножко название. В целом, в целом. И у нас вот этот фокус, по-моему, являет уже войну. Так что у нас тут уже все супер близко. Я оставлю то, что следует еще в серии. Тут еще тоже фокусы в идеале бы взять. Но это тоже попозже. Пошли, с вами был TopGame. Не забывайте принимать свои таблетки. Подписываться на канал. Ставить лайки и оставлять комментарии. И, конечно же, вступать в группу Дискорда и подписываться на Twitch. И до скорых встреч. Пока.